Дети и дорога достаточно острая тема, которая требует неусыпного внимания со стороны взрослых. Не ваши ли дети топают по проезжей части на красный сигнал светофора? Какую оценку вы поставите себе за поведение на дороге? Новый детский автогородок приходит на помощь родителям в изучении азбуки пешехода. Хорошая новость для всех любителей порулить. Теперь юные чебоксарцы могут водить авто на детской проезжей части. И это не игра в машинки, здесь все по-взрослому. Настоящие светофоры, дорожные знаки, разметка, ну и, конечно, всем известная зебра. Эти атрибуты большой дороги появились в миниатюре на территории детского сада номер 112. Сегодня состоялось открытие единственного в городе детского автомобильного городка. Детский сад номер 112 регулярно участвует в республиканском конкурсе «Светофорик» и побеждает. Результат этой работы – детская дорога, в которую превратилась вся территория садика. Подарок Министерству образования и администрации столицы Чувашии. У нас настоящие светофоры. Дети знают все цвета этого светофора, знают, на какой цвет переходить. У нас имеются замечательные умные знаки на всей территории. И родители, и дети идут в детский сад и повторяют, изучают. И, надеюсь, это им навсегда в жизни пригодится. Очень рады, что организовали такую площадку игровую для детей. Мы считаем, что минимум дети все равно должны знать о правилах поведения себя на дорогах. Теперь до шкалятам будет проще и интереснее изучать правила дорожного движения. Как нужно переходить дорогу, где находятся остановки общественного транспорта, что нужно знать о дорожной зебре и лежачем полицейском. В общем, все основные законы дороги, которые дети будут применять на практике. А это, как надеются стражи порядка, позволит сформировать у них с самого раннего возраста навыки безопасного поведения на дороге. В планах строительства городков у нас по городу есть. Но когда это будет, в принципе, будет определять время. Сейчас дети не просто знают правила светофора, но и могут рассказать его всем желающим. Да еще и в стихотворной форме. Красный свет нам скажут нет, сдержанно и строго. Желтый свет дает совет, подождать немного. А зеленый свет горит, проходите, говорит. Теперь мы знаем, как проходить зеленый свет. Теперь уже юные пешеходы сами подсказывают своим родителям, как нужно переходить проезжую часть, за что автогородку отдельное спасибо. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.